Эти ребята отвечают за свои слова. Умные парни на РСН. Программа в записи. Юрий Васильевич, в таком случае давайте поговорим о тех проектах, о способах влияния, да и предложения для власти, чтобы что-то поменялось. Ну, пожалуйста, вот смотрите, я прям даже буду бегом их перечислить. Давайте. Посмотрите, первое. Об этом сказал, кстати, Владимир Владимирович Путин в послании Федеральному собранию в 2007 году. Медведев в прошлом году повторил, вводить жилья один квадратный метр в год на человека. Сегодня вводится 0,4-0,45 метра. А на Дальнем Востоке вообще 0,15. Экономически это реально? Абсолютно реально. Главное, что это задачи, которые поставили два президента. Предыдущие и нынешние. Понимаете? Но никто этим не занимается. А надо этим заниматься. Это первый момент. Ну, а почему, смотрите, президенты ставят задачи, почему эти задачи не исполняются, не выполняются? Я уже сказал, кризис эффективности. Кризис эффективности. Вопрос кадровый, персональный, кадровый. Это уже не мой вопрос. Это вопрос... Но вопрос в другом, что мы же говорим про будущее. Вот я и говорю, нужно, поскольку жилье это фундаментальный вопрос, в том числе, кстати, экономический, а не только для самочувствия граждан. Нужно много строить. Чтобы жилье было доступным, выход только один. Знаете, как в анекдоте про старого еврея, который умирает, который при себе просит, говорит, расскажи нам секрет такого замечательного чая, который ты завариваешь. А он говорит, просто надо больше класть заварки. Я не буду со всеми подробностями. Больше надо заварить. Здесь больше надо строить. Нам надо строить в два раза больше. Понимаете? Плюс, это один проект. Первое жилье. Я записала, мне очень интересно. Даже не жилье, а то, что один квадратный метр в год жилья на каждого человека. То есть 140 минимум квадратных метров, миллионов жилья. Следующий проект. Это усадебная урбанизация, малоэтажная урбанизация. Мы должны... Президент, опять же, об этом сказал во время своей встречи с тремя телеканалами, что мы должны расселяться по стране, мы должны продвигаться по стране. Опять же, абсолютно правильно. Следующий проект развития, пожалуйста, «Тысяча новых городов для России». Опять, смотрите, два года назад был пик, когда мы обсуждали моногорода. Моногорода, 450 моногородов. Договорились отдельные деятели для того, что это тяжелое наследие советского прошлого и так далее. Это инфраструктурные узлы, на которых надо разворачивать новую жизнь. А тысячи новых городов, это абсолютно новых? Нет, нет, нет. Имеется в виду, там, районы, существующие города. Конечно, чисто новых, на новом месте, это отдельные совершенно города. Имеется в виду, что создаются буквально новые микрорайоны, которые становятся принципом преобразования существующих городов. И мы туда как бы можем... Новым во всех смыслах, получается. Да, конечно. Но я к тому, что вот, например, даже взять 450 моногородов. Опять, тема уже опять забыта, она куда-то ушла, какие-то отдельные там кто-то города что-то победили. Опять все это ушло до очередного кризиса, поскольку действительно там надо развивать промышленность ускоренными темпами, там монопроизводство, там гигантские проблемы. Мы вместо того, чтобы на этом разворачивать новые города, мы говорим, что это тяжелое наследие советского прошлого, о том, что кто-то вообще договорился с того, что на людей переселять туда, где есть рабочие места. Интересно, где это. Просто хотелось тоже послушать. Но я даже не хочу это обсуждать, потому что это и по экономике, и по финансированию, это запредельная цифра. Но самый уродливый сам подход, что вместо того, чтобы на этом, спасибо советской власти, инфраструктурном узле, который город является, строить новые производства, понимаете, вместо этого обсуждаются, куда людей переселить, какая плохая советская власть. Ну, а в данном случае нужно строить новые города. Следующий проект – перенос столицы России. Потому что Москва гиперцентрализована. Ну, я считаю, в Амурскую область, на Дальний Восток, у меня очень четкое и ясное здесь предложение. А почему вы туда? А потому что у нас вопрос переноса столицы – это не только вопрос, скажем, ликвидации всех негативных процессов в Москве, потому что Москву надо расселять, Москву надо разукрупнять. Но это прежде всего задача, где нужнее всего центральная власть, фактор, так сказать, форпоста. Это Дальний Восток, потому что в Северо-Восточной Азии сегодня находится мировой центр экономический и человеческий. Это будущее, и либо мы там находимся хвостом, так сказать, да, либо мы там находимся непосредственно, первые лица государства смотрят на Японию, на Китай, на Корею, и, соответственно, двигают свою страну, начиная с самого важного места. Следующий проект, который нужно решать, это проект, по сути, новой космонавтики, и мы уже лет 40 находимся в серьезном застое, как и весь мир в космонавтике, потому что, ну что, полет на Луну американцев, соответственно, орбитальные станции, да, очень интересные системы, искусственные системы по дальним планетам. Замечательно, но, по сути, да, конечно, приложение ближнего космоса, то есть дистанционное зондирование Земли, связь спутниковая, картирование, GPS, ГЛОНАСС, замечательно, но это все застой уже, потому что реально космическая программа требуется новое обновление, и нам нужно использовать космодром Восточный, который, я вот считаю, что столицу надо делать недалеко от космодрома, от нового, и делать ее хай-теково, исходно. Нам от нового космодрома Восточный, и нужно задавать новый совершенно русский космос. Совершенно другой проект, который в данном случае, это, конечно, прежде всего, так или иначе, сеть кластеров промышленного развития, которая тесно завязана на тысячу новых городов, потому что людям надо работать в новых городах и иметь достойные рабочие места, и завязана на ситуацию тысячи новых городов, да, на моногородов, и завязана на ситуацию промышленного труда, на приоритетное развитие, опять же, за Уралией и так далее. Нужны кластеры промышленного развития, мы без этого никуда не денемся. И я могу перечислять эти проекты, их много, суть в другом. Суть в том, что это должны быть проекты не общественного движения, не группы даже, не общества. Общество должно навязывать проекты государства, государство должно брать и делать. Образование. Образование нужно делать, конечно, совершенно новую школу, построенную на деятельностном содержании образования. Здесь, опять же, все наработки есть еще в 80-е и 90-е годы, но мы не сделали ничего в образовании, кроме экономии на нем. Советская школа образования, на ваш взгляд, могла бы стать основой и фундаментом для следующего? Советская школа ушла, все, нет того общества, нет той страны. Вернуться к ней, взять ее, не надо. Не надо к ней возвращаться. Так, что? Надо брать, нет, надо брать системность, надо брать то, что она единая, самое главное. То есть, буквально каждый ребенок из любой семьи проходил одну и ту же. Конечно, конечно, но содержание образования должно быть не столько знанево и информационное, сколько деятельностное, способное преобразовывать мир, входить в промышленное развитие, в науку, в образование совершенно с другим типом способностей. Юрий Васильевич, и все-таки, ну, есть какие-то у вас надежды на Новый год? Ну, есть? Так нет, я же сверхоптимист. Проблема в другом, что у меня не просто надежда. Мне кажется, этот предвыборный год нельзя допустить, чтобы он просто стал годом пиара такого, оголтелого. А чтобы все-таки власть поняла, что, на мой взгляд, я за то, чтобы она сохранялась в том виде, в каком есть. Не надо нам, опять же, отвлекаться на эти выборы, непонятные, так сказать, эти игрушки и так далее. Власть есть, нужно сделать ее эффективной, нужно государство сделать проектным, и нам нужно в этом году выползти из этого несобытийности. И чтобы этот год, 2011-й, уже вошел в учебники истории, наши дети... Согласен, согласен. ...вспоминали о нем, как о чем-то, что принесло России, ну, не просто пользу, а рвок и толчок. Все возможности у нас для этого есть, Наталья. Политолог, председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции, регионального развития Юрий Крупнов у нас был в гостях, провела программу «Умный парень» Натальи Кончарова. Всего доброго. Продолжение следует...